здравствуйте меня зовут обложка сергей я врач психотерапевт диетолог и специалист по снижению веса и на своем канале я рассказываю всю правду о том как есть больше заниматься спортом меньше и при этом сбрасывать вес и сегодня я расскажу о том какие три продукта нужно убрать со своей кухни чтобы при этом хорошо сбрасывать вес часто люди с лишним весом стараются есть как можно меньше им конечно никто не верит человек говорит да я и так у меня маленькие порции здесь травинка здесь росинка здесь пол зернышка я стараюсь поменьше есть и непонятно откуда лишний вес и конечно не верят говорят что да ладно рассказываю знаем и тебя наверняка когда никто не видит чего-нибудь там хомячишь но на самом деле часто это действительно так почему потому что люди склонные к избыточному весу едят меньше еды но склонны выбирать продукты с высокой плотностью калорий есть целая теория которая очень хорошо работает на практике эта теория называется теория калорийных бомб смысл этой теории заключается в том что у каждого человека склонного к избыточному весу на кухне есть всего несколько продуктов которые обладают огромной калорийностью и в минимальном количестве поставляют очень большие калории ему это может приводить к избыточному весу что же это за продукты что же это за такие калорийные бомбы об этом сегодня поговорим люди которые приходят ко мне на программы по снижению веса часто искренне мне рассказывают что вот я я уже не знаю что со мной я уже питаюсь одними огурцами и помидорами и все равно набираю вес может ли такое быть может ли человек растолстеть от огурцов и помидоров очень даже запросто вот у меня как раз здесь есть салатик я вам покажу как это происходит она решила похудеть и конечно же она на завтрак себе делает овощной салатик нарубила она маленький но все-таки тазик овощей ставит на весы смотрит здесь у нас 250 граммов овощей в этом салатике ну как бы хорошее начало дня смотрит она на этот салатик и как-то ну вот сами посмотрите какие чувства сейчас вот возникают глядя на этот салат ну напишите в комментариях обычно она говорит счет он как-то меня не веселит как-то что-то вот про душа не поет понимаете вот как бы понимаю что правильно полезно но душа не поет надо как бы этот салатик развеселить чем она развеселит его ну конечно же она смотрит всех диетологов все все видно знать что майонез вообще там ни в коем случае нельзя там 600 килокалорий пропасть но надо здесь что-то полезное она же худеет она думает ну конечно же маслечко возьму да не простого а супер полезного какого-то оливкового думает господи что такого-то одна польза плюс 2 польза все же будет идеально и потихонечку это знаете маслечко то выливает выливает маслечко а пока выливает знаете задумалась замечталась уже представляет себя в раздельном купальнике как она заходит в мой и все поливает еще заходит в море и слышит за спиной сухой звук падающих мужских те замечталась и маслечко то выливается туда много и получается очень большая калорийность поэтому давайте проверим а сколько среднестатистический человек использует масло среднестатистический человек в данном примере это я сколько нам понадобится масло чтобы этот салатик как следует развеселить и конечно же масло замечательное полезное она в рекламе видела эти трудолюбивые такие греки мускулистые знаете такие наполовину они своими сильными руками значит эти оливки собирают и для нее это масло делают ну неужели какой-то вред то будет но ведь нет же и конечно же пользы надо добавить и значит она смело добавляет эту пользу сколько вот у нас уйдет пользы чтобы хорошенечко это все развеселить и представляем уже стройную жизнь раз снизу вверх прям снизу вверх все это размешиваем вот с другой стороны надо еще подбавить подбавляем еще средненькая так без разгула прям без разгула у меня получается сколько получается я ливанул сюда у меня получилось 32 грамма масла я добавил вот в эту тарелочку вот прямо интуитивно вот что называется по наитию 32 грамма масла это 300 килокалорий вот в этом салатике огурцы и помидоры помидоры у нас там 20 килокалорий огурцы там 10 килокалорий то есть у меня где-то там получается а вот в этом салатике было 50 килокалорий и сейчас вот этим маслечка я долил сюда еще 300 то есть у меня получается салатик уже 350 килокалорий уже прямо заметно уже прям ощутимо и вот он прямо вполне это еще так по совести это еще знаете так это еще первый день диеты потому что на пятый день диеты на шестой рука прямо вот вот там уверенно у нас получается очень калорийный салатик этот салат по калорийности там больше чем оливье больше там чем любой к салат который вы не назовете вот в этом салатике калорий будет больше у нас получается калорийная бомба важная мысль люди набирают вес не из-за продуктов люди набирают вес из-за калорийности. И есть продукты с очень высокой плотностью калорий, например, масла, которые требуют определенной осторожности. Что делать? Как? Люди говорят, Сергей Михайлович, как после этого жить? А главное, зачем? Масло не полей вообще. Что, безрадостно как-то питаться? Спрашивают меня люди. На помощь нам приходят разные масло-спреи. Есть такая современная технология, то есть мы можем не выливать масло, как вот это делали мы в 19 веке, а можем использовать так называемые масло-спреи, которые прям тонким молекулярным слоем все это распыляют, все это должно заблестеть, все это должно заиграть, но количеству масла нам понадобится меньше. Значит, масло-спреи бывают разные. Бывают простой обычный пищевой пульверизатор, в который можно залить там все, что угодно. Его преимущество заключается в том, что вот вы можете использовать то масло, которое хотите, там оливковое, подсолнечное, там конопляное, что хотите вообще, там, пожалуйста, без проблем, и, соответственно, использовать вот такой универсальный пищевой пульверизатор. Есть у меня еще одна такая тоже разновидность пищевого пульверизатора. Тут такой прям насос, я покажу, как это делается, там накачивается, и тоже можно использовать. Есть уже пульверизаторы, в которые производитель уже зарядил масло, и его уже, он уже готовый к употреблению, можно использовать. Тут выбора нет, тут оливковое, но, наверное, наверное, должно быть неплохо. Важный момент, а как узнать, сколько граммов масла я пшикнул в салат? Тут у нас два варианта. Первый вариант. Я могу, например, пшикнуть, там, три секунды и посмотреть, какая была убыль. И потом, соответственно, убыль там разделить на три и получить, сколько там граммов будет в одном секундном пшике. Взвесить до, взвесить после и понять, сколько там калорий в одном пшике. Второй вариант. Я могу сразу взвесить салат до, немножечко его развеселить маслом и взвесить салат после. Тоже хороший вариант. Сейчас я попробую это сделать. Итак, обычный пищевой пульверизатор, которые продаются там в магазине, заряженный мною лично. Я ставлю на весы. Вот у нас получается масса. Жму кнопочку тара, весы ставятся на ноль и пшикаю десять раз. Раз, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Для точности. Ставлю на весы еще раз. Ноль. То есть, смотрите, я пшикнул десять раз, мои пищевые весы даже не шелохнулись. То есть, это значит, меньше грамма. Для того, чтобы понять, сколько в одном пшике надо пшикать дальше, но я хотел показать, как мало нужно для того, чтобы... как мало у нас будет граммов в одном пшике. Второй вариант. Тоже заливается любое масло, какое хотите, но здесь принцип немножечко другой. Здесь мы, значит, накачиваем давление. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И пшикаем. А, ставим на накачали. Ставим. И просто нажимаем до тех пор, пока давление у нас все не уйдет. Масло даже улетает. Смотрите, какие молекулы прямо. Молекулы. Ставим на весы еще раз. Ноль. Меньше одного грамма. То есть, в общем-то, получается, достаточно у нас... Мы можем разгуляться. Хороший пульверизатор. И вот уже третий вариант. Пульверизатор полностью заряжен маслом. Опять мы его ставим на весы. Определяем массу. И делаем какой-нибудь трехсекундный пшик. Одна тысяча, две тысячи, три тысячи. Вот это прямо было ого-го. Вот это прямо под давлением. 11 граммов за три секунды вылетело. Это значит, что в одном секундном пшике здесь будет получается сколько? Четыре грамма примерно в одном секундном пшике. Вот примерно так вы можете определить, сколько там граммов масла в одном пшике. И, соответственно, вот у меня салатик, куда я выливал масло. И вот у меня салатик, который еще без масла. Так, я накачиваю. Размешиваем. Смотрите, это прям масляный туман какой-то. Прям пахнет маслом. Удивительно, конечно, все это прекрасно. По-прежнему все еще меньше грамма. То есть, грамма еще нет. У меня еще тут половина улетела. Сейчас со всей со всей квартиры начнут собираться, соседи подойдут. Грамма все еще нет. Блестит лучше. Итак, вот у нас салатик. Он тоже заблестел у меня масляным блеском. Насколько они блестят? Мне кажется, они блестят одинаково. Мне кажется, этот пахнет даже лучше. Ну, потому что, понимаете, это физика процесса. Пульверизатор, он прям распыляет масло прямо на молекулы. Вот они прям летают в воздухе. Тут мощный масляный запах. Пахнет лучше. Блестит одинаково. Но здесь мы использовали меньше одного грамма масла. А здесь, напомню, нам понадобилось там 32 грамма. Смотрите, какая огромная разница. То есть, можно, в общем-то, сказать, что пищевой пульверизатор в 30 раз снижает то количество масла, которое мы используем для приготовления пищи. Масло, безусловно, ценный и полезный для здоровья продукт. Но, если вы заботитесь о своей стройности, если вы заботитесь о своей фигуре, найдите какой-то хороший пульверизатор, и это очень улучшит вашу жизнь. Итак, первый очень важный совет. Попробуйте масло-спрей. Идем дальше. Вторая ситуация, в которой люди могут неосмотрительно и неосторожно использовать масло, это сковородки. Конечно же, друзья мои, если вы решили быть стройными, сковородок в доме не держите. Сковородки прям притягивают дурную карму в дом, создают геопатогенную зону. Почему? Ну, вы сейчас поймете, почему. Потому что они очень увеличивают калорийность там любого блюда. Что бы мы там ни жарили, получается огромная калорийность. Сегодня мы проверим, сколько уходит у среднестатистического человека, совершенно неподготовленного, на то, чтобы закрыть дно сковородки. Поэтому нам понадобится сковородка. У меня в доме, конечно же, нет сковородки. Я взял в прокат. Я взял в прокат. Не держите в доме сковородок, это дурная примета. Где у меня сковородка? Вот у меня сковородка. Друзья мои, конечно же, ну может одна быть в доме сковородка. Супер непригораемая. Супер какая-то вот там керамическая, космическая, все что угодно. Будьте еще очень осторожны. Выбирайте среднекалиберные сковородки. Потому что это продукт, требующий огромной осторожности. Потому что, как вы помните, площадь окружности очень зависит от радиуса. Там по квадратичному закону. Соответственно, для того, чтобы закрыть дно крупнокалиберной сковородки, масло будет уходить в разы больше. Мы сейчас возьмем среднекалиберную и посмотрим, сколько нам потребуется масла. Конечно же, по-хорошему, на кухне прямо, знаете, вот сковородку нужно хранить в сейфе. Там журнал, значит, дома подпись. Значит, кто берет сковородку, там расписался, сдал, там принял протокол, все серьезно. Почему? Потому что этот предмет требует очень большой осторожности. Поверьте мне, сковородки убивают людей больше, чем пули. Вот у нас сейчас такая реальность, в такое время мы живем, что, конечно же, увеличение калорийности очень опасно для здоровья. Будьте к этому внимательны. Сейчас мы посмотрим, сколько нужно масла, чтобы закрыть дно сковородки. Итак, взвешиваем сковородку. Берем подсолнечное масло. Что ж, каши маслом не испортишь. За разговором, за туда-сюда, в хорошем настроении, я закрываю дно сковородки. Ну, что-то вот так вот по совести. Ну, вот так вот. Нормальненько. То есть, прямо не плавает. Просто дно заблестело. Особого какого-то большого масла у меня тут нет. Смотрим, сколько это весит. У меня получилось 46 граммов. И это среднекалиберная сковородка. Если вы возьмете нормальную, ну, как люди говорят, Сергей Михайлович, не такие, как у вас, а нормальные сковородки. Вот для нормальных людей, не то, что вот, вот, вот как вы вот. А нормальность, там будет граммов 100. То есть, для того, чтобы закрыть днос среднекалиберной сковородки, мы используем 50 граммов масла. Ну, это примерно 400-450 килокалорий. Видите, я там буду потом жарить яичницу, два яйца. Там два яйца, это там 150 килокалорий. В масле 450. То есть, то масло, на котором я жарю яичницу, по калориям в три раза больше, чем эта там несчастная яичница. Конечно же, это, это прям очень большая проблема. Итак, для того, чтобы закрыть дно сковородки, у меня ушло, там, 400 килокалорий. 400 килокалорий, в общем-то, это 100 граммов торта Наполеон. Для того, чтобы закрыть дно сковородки. Будьте с этим очень осторожны. Убираем масло и будем использовать масло спрей. Рука бойца качать устала. Смотрим, что у нас получится. Тонким молекулярным слоем мы закрыли дно сковородки. По-прежнему 0 граммов. Вот прям 0 граммов, ничего не случилось. Мне прям интересно. Я второй раз даже качану, сколько раз нужно накачать, чтобы граммчик-то получился. Тут масло уже, господи, такая, выглядит, как будто она прохладная. 0 граммов. Ты посмотри, что. Нет, я доведу этот эксперимент до конца. 0, 0, 0, я не знаю, что делать. Тут все в масляном тумане. У нас тут масло везде. Блестящий уже специалист весь, весь сегодня уже в масле. А 0 вообще, весы даже вообще не реагируют. Ну, то есть, я сдаюсь. Откуда это, как это вообще? Это противоречит всем законам физики. 0 граммов, ничего не происходит. Друзья мои, обязательно попробуйте масло-спрей. Это, знаете, как в сказке, что, говорит, этот бутылечек, это он снаружи 200 миллилитров, а внутри фляга 5-литровая. То же самое у нас. Хоть залейся этого масла, ничего не будет. По-прежнему грамма у нас там не случилось. Хотя, конечно, непонятно почему. Загадка природы. Ну, наверное, у меня какие-то бракованные весы. Но вроде бы с маслом они показывают. Наверное, низкая чувствительность у весов. В целом, друзья мои, обязательно попробуйте масло-спрей. И, конечно, не надо жарить. Вот прям жарить не надо. Но если вы все-таки настроены отжарить, вот-вот, конечно, лучше жарить на дискотеке. Но если вы решили отжарить на кухне, используйте, конечно же, масло-спрей. Это позволит вам заметно минимизировать количество масла. Там было 50 граммов, здесь у нас меньше грамма. Третья ситуация, в которой вы можете получить вот эту калорийную бомбу, как ни странно, это готовая магазинная еда. Иногда люди думают, ну все, ну все диетологи убеждают, есть побольше овощей. Говорят, что морковочка, ну если ты хочешь выглядеть как морковочка, ешь побольше морковочки, и все будет хорошо. И, конечно же, человек приходит в магазин и с удовольствием там эту морковочку покупает. Ну вот, например, вот у нас есть морковочка из магазина. Выглядит как здоровый образ жизни. Смотрим калорийность. По калорийности здесь у нас 160 килокалорий на 100 граммов. Вот в этой морковочке. В обычной морковке 30, но в этой 160. За счет чего? За счет скрытых жиров. За счет того масла, который производитель добавил сюда, вот в эту упаковочку. То есть получается, что здесь у нас примерно 500 килокалорий. То есть вот эта вот упаковка морковочки, казалось бы овощи, казалось бы здоровый образ жизни, казалось бы стройность. По калорийности равняется шоколадке. Шоколадке. Вот она, кстати. По калорийности морковочка может равняться шоколадке. Будьте очень осторожны с магазинной едой. Внимательно читайте этикетку. И, конечно же, если вы прямо уж настроены поесть морковочки, используйте масло-спрей. Вот у меня здесь есть морковочка. Та же самая история. Уже не знаю я, что делать. Уже сколько я качаю, качаю. Давайте другой какой-то попробуем. Может, как-то будет повеселее. Сейчас мы посмотрим по блеску, кто у нас будет лучше блестеть. Господи, как! Все это заблестело сразу. Итак, мы достаем морковочку из магазина. Ну и видим, что она, конечно, прям, во-первых, уставшая. Во-вторых, конечно, она плавает в масле. Мне кажется, моя морковочка блестит более задорно. Блестит, как глаза у худеющего. И выглядит гораздо приятнее и аппетитнее. При этом, ну, я взял еще вот эту вот нашу бешеную промышленную штуку. В которой там в одном секундном пшике 4 грамма. У меня ушло 4 грамма для того, чтобы я мог качать и своей... Ну, я мог качать и своей вот этой бесконечным пульверизатором. Но, в общем-то, это не важно. В этой морковочке у нас получается 4 грамма. 9,4 грамма – это 36. Плюс морковочка. В этой морковочке у меня получается 100 килокалорий. В этой морковочке 500. Разница в 5 раз. Друзья мои, третий очень важный секрет. Если вы хотите быть стройными, будьте очень осторожны с готовой магазинной едой. Часто она бывает перезаряжена жиром. И, соответственно, если вы хотите питаться правильно, вкусно и при этом сбрасывать вес, используйте... Не доверяйте выливания масла никому. Используйте масло-спрей для того, чтобы развеселить ваши блюда, ваши продукты. И это будет очень мало по калориям, но при этом очень вкусно. Обычно в программах по снижению веса я рекомендую добавлять 2 грамма масла из пульверизатора в каждый прием пищи, кроме последнего. Ну и на этом все. Обязательно попробуйте масло-спрей, ешьте блестящую еду с чистой совестью. Пишите, что у вас получилось в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Пока-пока.